Грандиозная акция протеста в Берлине. По разным данным, от 100 до 250 тысяч человек приняли участие в демонстрации против планов Евросоюза заключить соглашение о зоне свободной торговли с Америкой и Канадой. Среди организаторов марша оппозиционной политики и профсоюзы, они утверждают, договор угрожает правам трудящихся и окружающей среде. Из Берлина репортаж Ивана Благова. От колонны Победы до Бранденбургских ворот примерно 2 километра. Сегодня вся эта улица стала пешеходной. По численности эту демонстрацию можно сравнить лишь с народными гуляниями по случаю 25-летия объединения Германии. Столь масштабных акций протеста в стране не было давно. Полиция говорит о 150 тысячах демонстрантов. Организаторы акции утверждают, собрать удалось до четверти миллиона человек. Все эти люди против соглашения с США о создании самой большой в мире зоны свободной торговли с общепотребительским рынком для более чем 800 миллионов человек. Я приехала сюда, поскольку считаю, что мои демократические права находятся под угрозой. Все происходит с закрытыми дверями. Мы ничего не видим и не слышим. Официальные лица заверяют нас, что все хорошо, и это подозрительно. Детали соглашения, которые теоретически может вступить в силу в следующем году, общественности неизвестны. Активисты даже собрали деньги и обещают 100 тысяч долларов тому, кто опубликует в глобальной сети черновик соглашения. Но тактика пока успеха не принесла. Все это немцев пугает. Они считают, скрывают от них информацию неспроста, потому что на немецкий рынок хлынут дешевые американские товары. Местные фермеры разорятся. Но самое главное, люди опасаются неконтролируемого потока в страну генно-модифицированных продуктов. Я не считаю, что существует опасность незамедлительного понижения стандартов. Но в будущем законы должны быть приведены в соответствии с нормами договора. Это означает, что мы должны принимать решения, исходя из норм этого договора, то есть с удобрения американцев. А это неприемлемо. Ужас в том, что политики, принимающие решения, даже не располагают деталями соглашения, либо их держат в тайне. Большая опасность заключается в том, что политики сами себя дискредитируют в угоду интересам больших компаний. Власти предлагают не зацикливаться на хлорированной курятине, а подумать о геополитическом значении проекта. Но согласно опросам, менее 40% немцев поддерживают идею создания трансатлантической зоны свободной торговли. Этой весной, например, прошло 230 протестных акций. Но ничего не изменилось. Прислушаются ли к протестующим власти или будут и дальше игнорировать общественное мнение, конечно же, неизвестно. Во всяком случае, организаторы акции рассчитывают на хоть какую-то реакцию со стороны федерального правительства. Иван Благов, Дмитрий Волков, Лариса Никитина, Первый канал, Берлин.